привет друзья привет гости канала на канале тимуха life сегодня вам буду раздавать направо и налево абсолютно бесплатные полезные советы вашего андроида и к системы windows так что радуйтесь у кого и android и windows будем продлевать срок службы вашей батареи на сто процентов значит если вы хотите чтобы ваша батарея меньше теряла заряд и также износ уменьшался да не возрастал если ваш телефон вы раньше там через каждые 456 часов 8 заряжали то теперь после этих манипуляций вы будете реально 10 12 часов не заряжать свой телефон при юзане его каждые там пять минут сидеть соц сетях и он у вас так не будет быстро садиться также батарея тоже срок службы мы ее увеличим если раньше у вас батарея там на телефонах было один-два года то теперь 5-6 лет вы к ней лезть не будете дам вам советы лично от себя которыми я пользуюсь которые я уже во время вот этих вот всех манипуляций смог увидеть что на что нужно обратить внимание сразу же если вы купили только что телефон либо вам его подарили вы раньше юзали там обычный кнопочный телефон то вот эти вот вам советы ну сто процентов ребят будут полезными я бы рекомендовал даже вам поделиться со своим лучшим другом если у вас сейчас кнопка красная вот здесь горит подпишитесь потому что у меня очень много полезных роликов на моем канале сегодня вам покажу где-то настроек на 5-6 которые действительно я бы рекомендовал сразу же сделать после покупки телефона потому что именно вот это вот телефон когда вы его купили там клацайте ним пользуйтесь на нем очень много различных ненужных настроек которые действительно садят как правило большинство людей мало сидят в интернете если вы включили интернет у вас там на полную катушку 4g либо 3g включен это ничего не нужно сразу же рекомендую включить 2g поставить минимальный во-первых будут затраты интернета во вторых минимальная будет затрата батареи потому что 2g он будет быстрее ловиться чем 3g чем 4g и не так будет садиться телефон потому что будет постоянный мониторинг сети и лучшие сети и так дальше как правило в интернете стоит настройка которая ищет лучшую сеть и она прыгает с 3g 2g 2g до 4g и тратится очень большое количество заряда я сейчас вам покажу как это все отключать вы очень внимательно смотрите потому что действительно это все советы очень очень классные значит смотрите первое что нужно сделать это найти если вас сяоми sim-карты и мобильные сети самсунг там то мобильные сети просто найдите и здесь выберите sim-карту у кого там по-другому немножечко может и да такое быть дальше смотрите предпочтительный тип сети здесь у вас вот будет стоять предпочтительный тип сети будет 4g и даже не удивлюсь если будет даже поиск я рекомендую поставить 2g потому что действительно это будет лучше также перейдите вот этот вот пункт мобильные сети здесь к нам придется сейчас поддерживать подождать ну минутку точно и вот мобильные сети выбирать сети автоматически вы можете самостоятельно указать либо чисто вашу сеть вот если у вас лайф укажите лайф если у вас киевстар укажите киевстар если вас там какой-то другой оператор я не знаю в каком регионе живете в стране укажите только тот оператор потому что если выбирать автоматически сеть то есть будет прыгать с той или с другой меня киевстар видите убедитесь в том что у вас только такой а не прыгать с одной сети на другую ища лучшую сети от этого тратится очень большой заряд батареи и установите ее первую настройку мы сделали так на повторюсь это самая важная настройка по мобильным сетям потому что мобильные сети именно до 60 процентов идут затраты ведь у меня вообще две сим-карты стоит и у меня максимально телефон садится следующее что нам нужно сделать это я всем рекомендую даже тем кто продают телефоны друзья настраивайте телефоны людям уже заранее чтобы у них был более обширный спектр услуг чтобы вы им настроили телефон чтобы у них так быстро батарейка не садилась хотя я уверен тех люди которые продают телефоны они наоборот заинтересованы чтобы к ним пришли через месяц через год и меняли батарею либо какие-то там делали манипуляции до следующее это конечно же дисплей мало кто знает но вы сейчас скажете так мы знаем по дисплеем все блин что-то нам рассказываешь это нам пургу нам гонишь по дисплее тоже очень важно до дисплея один из самых важных на телефоне у кого-то дисплея у кого-то как у меня будет называться экран здесь я рекомендую поставить темный режим по расписанию то есть если у вас будет активирован этот пунктик у вас будет 11 по 7 утра будет включаться темный режим во первых не так будет давить на глаза во вторых телефон темном режиме использует мест меньше контраста использует меньше цветов только черный фон и от этого будет телефон меньше садиться точно также яркость смотрите включите дневной режим адаптировать яркость экрана зависимое внешнее освещение будет классно и настройте экран вручную чтобы где-то приблизительно вам было и удобно просматривать и глаза не напрягались следующее тут ноги ставят этот частота обновления рекомендую поставить все-таки 120 герц не для то экономии а для того чтобы была хорошая картинка и цветовая картинка поставьте насыщенный дальше вы тут можете размер текста выбрать кто плохо видит так стать и классная настройка но принципе все все что хотели мы сделали возвращаемся назад это тоже была одна из классных настроек если у вас еще включена автонастройка то есть когда будет до с одного режима прыгать на другой это не совсем хорошо потому что она будет при малейших изменениях там где-то солнышко вышло там где-то зашло там что-то вы закрыли там положили в карман это очень-очень будет влиять сильно на то что телефон будет постоянно быстрее садится я это тестировал до следующий пункт это блокировка экрана немаловажно очень полезная настройка и я рекомендую ее делать значит смотрите когда вы поговорили по телефону вы ложите в карман и у вас даже может там не сработала блокировка и у вас всегда телефон включен точно так же вы поговорили положили на стол вас спящий режим отключен и вас телефон дальше продолжает гореть экран я рекомендую поставить блокировка экрана спящий режим где-то на пять минут это удобно вам в течение пяти минут если вы в двух что-то не выключили телефон погасни но можете поставить на две минуты тоже будет полезно но я ставлю на 5 потому что телефоном я часто юзаем пользуюсь и снимаю и это классно двойное касание для включения и отключения экрана вы можете тоже поставить на то уже пустяки главное чтоб спящий режим был активирован все еще одну настройку мы сделали классную дальше друзьям тоже смотрите очень классная настройка которую нужно деактивировать это в гугле находится заходим в google и здесь мы никуда не заходим в правом верхнем углу у нас три точки нажимаем три точки использования и диагностика и смотрите помогите сделать устройство android еще лучше разрешите автоматически отправлять google диагностические данные также сведения об использовании приложений самого устройства то есть если у вас включена это иными словами функция давайте вкратце вам скажу чтоб вас не задерживать у вас будет идти постоянный сбор данных и отправка на google сервера это влияет на интернет это влияет на телефон это влияет на вашу батарейку деактивируйте эту настройку у вас процентов на 15 будет телефон не быстрее не будет быстро садиться запомнили да выходим на один пункт ниже и снизу ищем пункт который называется устройство и обмен данными понятно что телефон обменивается данные еще другие устройства но нам оно не нужно обмен находим обмен с окружением и здесь деактивируем кто видит устройство выключаем показывать уведомления выключаем когда устройство поблизости могут обмениваться контентом это тоже нужно отключить здесь у меня аккаунта нету но тут тоже если он у вас будет активирован выключите его чтобы телефон самостоятельно не смог ничего передать и либо же через какие-то программы к нему подключились и вашу информацию вытянули это тоже полезная настройка так мы отключили все принципе сделали все что я хотел принципе показал вам самые такие настройки которые дело в том что нужно отключить ну и местоположение последняя настройка которую тоже не стоит вам уже ее рассказывать все наверно знают но если местоположение включено и постоянно светится вот такой вот значочек здесь видите да и местоположение очень садит батарею я бы рекомендовал его отключать но если вы поедете на машине конечно вам карты нужны если вы там где-то путешествуете только в тех случаях его включаете потому что нагрузка идет колоссально на мобилку процентов на 25 так сто процентов отключаем эти настройки наслаждаемся нашим телефоном дарим эмоции себе в легкости его использования и увеличиваем батарейку это был с вами техно блогер тимоха лайф а сегодня вам рассказал то что разряжает вашу мобилу были полезные советы android которыми я думаю вы прислушивайтесь и сделайте так чтобы использование android и windows было на высоте здесь будет два новых ролика кстати нажмите на них посмотрите там будет очень много информации если какие-то вопросы возникли пишите в комментарии с вами пообщаемся до скорого всем пока